Всем приветик! Сегодня у нас суббота. Вот, я сегодня помыла голову утром. Потом я... что еще делала? В основном я отдыхала. Вот, но... Еще мне пришла сегодня посылочка со всякими прикольными штучками. Одну штучку я вам покажу сейчас, а остальные я вам покажу сегодня вечером, но немножечко позже. Я очень долго это ждала, очень долго это хотела. Я вам потом не рассказывала. Ну как, это... Скажем так, давайте немножечко подержим интригу. Вы помните, я вам рассказывала еще летом во влогах то, что я хочу себе купить такую картину, которую... Типа там такая ручечка есть и стразики. Их нужно наклеивать на эту картину. Вот, сначала я хотела такую картину себе, но потом я немножечко передумала, скажем так. Вот, и в общем сейчас показываю, что же у меня здесь. Итак, покажу обложечку. Я надеюсь, вам это уже что-то даст, особенно вот эти вот нижние картиночки. Вот, в общем, это картина, которую надо вышивать крестиком. Сейчас мы с вами вместе ее распакуем. Итак, давайте вместе с вами будем это распаковывать. Так, значит, здесь у нас в наборе есть иголочка. В таком пакетике прикольно. Дальше у нас есть, ну, собственно, картинка, которая у нас будет и как вышивать. Ну, я умею крестиком вышивать, я в школе вышивала, вот, поэтому я умею это все делать. Вот здесь можете посмотреть картиночки, как вышивать. Прикольно. Дальше у нас набор, получается, ниток, только я немножечко не понимаю. Здесь нету розовых цветов, абсолютно нету розового цвета на картинке. А здесь он есть. Розовый, сиреневый, красный, желтый. Тут только коричневый, серый, черный и зеленый. Я, конечно, могу еще свое что-то добавлять, но вот так, в общем, вот такой вот наборчик. И самое главное, собственно говоря, это канва, если что, не подумайте, что это уже вышито, это не вышито. Вот, его нужно вышивать. Вот, вот такое красивое, я представляю. Просто посмотрите, оно уже очень даже красиво. Ну, вот просто очень красиво. Когда я его вышью, возможно, даже сегодня вечером начну вышивать. Мне, кстати, очень нравятся коты с голубыми глазами. 14х20, чтобы вы знали размер 14х20. Ссылочку я вам, если что, оставлю в описании под этим видео, поэтому за этим и переходите. Если вам такое нужно, то, конечно же, я вам советую. Советую. Очень прикольно. Все абсолютно в наборе есть. Причем, что у вас еще останутся нитки, потому что вот эти красные, розовые, сиреневые цвета, даже оранжевые и желтые, они вообще здесь не понадобятся. Поэтому у вас еще и нитки останутся, можете еще что-то потом сделать. Кстати, прикольно то, что здесь уже есть как бы принт, да, такой вот катан, ну, потому что самому вообще очень тяжело, в принципе, вышивать такое. Вот. Но я хотела вообще изначально купить просто канву, найти какой-нибудь рисунок в интернете и вышить. Вот. Но это нужно покупать отдельные нитки, какой-то цвет именно. Вот. И здесь как бы уже все есть. И, конечно, здесь не сильно много, но картинка тоже как бы небольшая, да. Еще раз повторю, 14 сантиметров на 20 сантиметров. Все. Вот такой вот обзорчик. А остальных прикольных штучек, которые мне пришли, я вам покажу уже сегодня вечером. Хотела сказать завтра, но нет. Я вам расскажу, покажу, не расскажу, а покажу все сегодня вечером, потому что я не вытерплю до завтра. Я одела сегодня вот такую новую кофточку. Я ее еще ни разу не одевала. Если вы меня давно смотрите, то вы меня по-любому в ней ни разу не видели. Так, я сейчас буду тут все складывать. У меня, конечно, есть иголочка своя. Тут она обычная, я так понимаю. Да. А у меня специальное такое ушко, что не надо вот так вставлять в эту дырочку. Короче, ушко такое, которое легче вставляется, чем вот это. Ее даже не видно здесь. Но она здесь есть. Поэтому я очень рада. И я надеюсь, что я сегодня вечером начну это все дело вышивать. Я надеюсь, скорее всего, потому что выходила я как раз. Дело о том, что у меня нет сегодня. Я очень рада, что мне пришла такая просто прекраснейшая посылка, которую я ждала очень долго. Я тогда просто, вот она так именно была в уголоке, только вот так вот. Я просто когда это увидела, я была в шоке. Потому что я это очень долго ждала. И вот он у меня, наконец-то я могу вышивать. Больше, в принципе, я не знаю, что вам еще можно рассказать такого. А, вот вспомнила. Я сняла свой лак с ногтей. Теперь вот у меня просто ногти без лака. Вот так вот. Мне он сегодня надоел, поэтому я его решила снять. Но ногти не подтачивала. Потому что они еще даже особо не отросли. Итак, ребята, давайте я вам покажу еще одну штучку, за которую я вообще забыла. Вот, то, что она мне пришла. Потому что они просто... Вот это я вам реально хотела рассказать как можно быстрее. Поэтому да. Покажу, в общем, сейчас вам одну штучку, которая мне тоже пришла. Сейчас перезаблетусь и покажу. А остальное, сколько там еще у меня осталось, раз, два, три. Три предмета еще, которые мне пришли. А я вам покажу уже немножечко позже. Сначала в Инстаграм сейчас выложите истории. И туда-сюда, короче, вот. Просто, ну, мне реально не терпелось вам вот это показать. Я буду вам постепенно показывать этапы. Обязательно покажу, как я буду начинать вышивать. Вот. Поэтому да. Так, ладно, показываю второй предмет, который мне пришел. Немножечко запотевший. Потому что я его забрала с почты, он был холодный. А здесь тепло. И получается вот так. Итак, это у меня гель для душа. Вот такой вот с запахом, со вкусом, конечно. С запахом дыни. Это гель для душа. Просто я уже не могу передать этот запах. Просто жалко, что камера не передает этот божественный запах. Просто потрясающе. Здесь 300 миллилитров. Если нужно, то я могу вам оставить ссылочку. Я думаю, одной ссылочки, может, у картинки не хватит. Но, если что, то могу оставить ссылочку. Потому что, знаете, я люблю оставлять всякие ссылки. Чем-то вам, может быть, помогать. Что-то вам, может быть, надо, и вы не можете долго найти. Вот, например, картину, либо же гель. Вот, я вам буду оставлять ссылочки. Поэтому, кому нужно, переходите в описание. На самом-то деле, почему я радуюсь тоже этому гелю. Очень сильно радуюсь. Вот он. Будем поближе показать. Значит, почему я очень радуюсь этим гелем. Это потому, что очень сложно. Просто, ну, раз, два, три, четыре больших, огромезных магазина я ни разу не нашла запах дыни. Ни разу. Поэтому я просто теперь не могу нанюхаться. Я его уже поставила себе в душ. Ну, это просто. Он еще такой прям жизненький такой, короче. Я ей сейчас выдавлю, то я прям просто вся пахнула. Чуть-чуть, чуть-чуть, оп. Боже, вот прям дыня, вот прям, знаете, именно вот свежая. Вот, смотрите, я немножечко тут выдавила себе. Классно. Оно как мыло тоже можно. Ну, вообще гель это гель. Но мне очень хотелось, смотрите, а вот здесь руки будут пахнуть. Как будто я, знаете, просто дыней понюхала. Я, кстати, не помню, говорила вам или нет, но сегодня у нас субхота. И этот влог вы увидите во вторник. Потому что раньше, я не знаю, я думаю, то, что раньше не будет. Поэтому я пока смонтирую, пока туда-сюда, короче, не будет. Я думаю, его раньше. У нас сегодня, кстати, целый день идет дождь. Просто ливень, он просто не прекращается. И я вообще не знаю, прекратится и когда он прекратится. Вот, поэтому как-то так. Я еще, кстати, после того, как сегодня помыла голову, как-то так себя чувствовала с травмой. Знаете, у меня такое впечатление, что у меня какой-то упадок сил был. Знаете, долго не ешь. Когда ты долго не ешь, у тебя начинается такое состояние, типа упадок сил и так далее. Но оно прошло буквально за минут 15. Я не знаю, что это такое было. Какие-то, в общем, фокусы. Я еще, кстати, сегодня, вот буквально час назад, переделывала свой органайзер. Поэтому тоже вам немножечко позже его покажу. Прежде всего, я реально сегодня думала не снимать влог. Но, когда мне пришла вот эта вот посылка, я просто не могла вам никак не снять этот влог. Ну, а потом решила то, что выложила одно влог. Уже, кстати, я стараюсь снимать каждый день. Посмотрим, что из этого выйдет. Как надолго меня хватит, скажем так. Потому что, получается, я когда? Вчера я снимала? Или вчера не снимала? Вчера не снимала, по-моему. Либо снимала. А, вчера, подождите, что было вчера? Да, вчера я снимала вам влог. Но он вышел буквально на 4 минутки. Но завтра он выйдет. Ну, там, на 5. Ну, мало, но зато там был обзор новогодних игрушек. В общем, новогоднего декора. Потому что в магазине он уже у нас есть. Вот, поэтому обязательно, если вы еще не смотрели, то переходите на прошлое видео и смотрите. В общем, возможно, через дня 4 будет меняться график. Потому что, если меня надолго хватит, если я эти 4 дня буду подряд снимать, снимать и снимать, то, думаю, то, что можно будет выпускать уже влоги каждый день. Ну, мне, знаете, так график сейчас нравится. И вам удобно смотреть, потому что, в основном, выходные выходят влоги. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Я в то же время и хочу больше выпускать влогов. И в то же время хочу, чтобы не каждый день. Но, я думаю, то, что, возможно, не каждый день. Ну, например, вторник, там, четверг и выходные. Возможно, вот так вот. Короче, посмотрим, я не знаю. Пока ничего не буду говорить. Пока будем выкладывать влоги по этому графику, который сейчас. То есть, вторник, пятница, суббота, воскресенье. Четыре раза в неделю. В неделю семь дней. То есть, три дня не выходят влоги. Я считаю, это не то, что там два дня в неделю выходят влоги. Поэтому, вот так вот. Вчера, кстати, готовила кексы. Я вам, по-моему, не засняла. Не помню. Но, в общем, если засняла, то это в прошлом влоге. По-любому, будет не в этом. Я так, в общем, вам и не договорилась. Сегодня у нас целый день льет дождь. И у меня такое состояние. Просто хочется спать. Смотреть какой-нибудь фильм, кино. Вот. И просто отдыхать. И так далее. Вот. Но сейчас я пойду, выгружу истории в Инстаграм. Что-нибудь поделаю еще. А потом покажу вам обзор еще некоторых прикольных штучек, которые мне пришли. И буду уже отдыхать. И вышивать картину свою. Наконец-то я ее дождалась. И так, ребята. У нас уже поздний, 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 поздний. Я просто не знаю, сколько раз говорить поздний. Потому что он очень поздний вечер. Вот. И я, наконец-то, вам покажу сейчас остатки прикольных штучек, которые мне пришли. Вот. Поэтому давайте начну с самого прикольного и с самого милого. Это вот такая подушечка, миленькая, красивенькая. Просто превосходная. Очень яркая, такая, знаете, добрая. Не какое-то страшное лицо тут нарисовано. Вот. Она у меня стоит в комнате на кресле. Поэтому, да, вот так вот. Это тоже очень прикольная штучка, которую мне вот очень нравится. Знаете, такие декоративные всякие подушки. Типа такие, которые, ну, на них как бы спать не будешь. Но для декорации они очень даже классные. Вот. Я вот так с ней тут посижу. Вам ее, конечно, будет не видно. Но я буду с ней тут сидеть. Я не знаю, это он или она. Почему-то я говорю с ней, потому что она розовая, наверное. Будем думать, что это она. Итак, дальше. Я вам буду записывать одним видео. Не буду всякие отрывочки делать и так далее. Вот. Потому что, во-первых, уже очень поздно. Я уже особо ничего не соображаю. Вот. Но хочу вам все равно записать. Далее. То же самое постовое. Но я вам хочу это показать. Это вот такие фломастеры. Вот такие фломастеры. Их здесь 18 штучек. Очень, ну, типа оттенки. Знаете, вот, например, два оранжевых. Они у разных оттенков. Этот немножечко темнее, этот светлее. А вот красные тоже разных. Ну, в общем, разных оттенков все. Вот. Тоже мне очень нужно, потому что я очень люблю рисовать, насколько вы это знаете. Как и вам снимаю видео, когда я рисую. Как и просто люблю в жизни порисовать, как-то отвлечься. Вот. Поэтому это мне очень нужно. И следующий предмет. Это тоже связано с рисованием. Вот. И это, скажем так, два в одном. В общем, это вот такие вот карандашики. Вот. В такой баночке. Они такие мини. И почему два в одном? Потому что здесь такая точилка есть. Вот. В которую можно точить как раз-таки эти карандашики. Очень даже удобно. Например, знаете, чтобы не тащить, например, если едешь куда-то в дорогу, и ты хочешь в дороге порисовать, планируешь порисовать, спокойно взять эти карандашики, и у тебя будет и точилка, и карандашики. Вот так вот. Давайте их откроем. Конечно же. Знаете, мне вот нравится очень сильно то, что они прям из дерева сделаны. Вот. Здесь абсолютно все цвета есть, ничем не отличаются. Вот. Коричневый, например. Розовый. Вот. Я уже пробовала они рисовать. Ну, как. Пробовала просто на бумаге, как они рисуют. Они очень мягкие. Как я вам говорила, за фирму Марко. Очень хорошая фирма. Они мягкие. Вот. Мне нравится, чтобы они были мягкие. Потому что, ну, твердые, мне не очень комфортно рисовать. Сколько здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать штук. Очень даже удобно. И они такие мини, но они очень-очень красивые. Давайте я вам все вытащу. Покажу. Вот. Смотрите. Вот. Смотрите. Разные. Абсолютно просто цвета, какие хочешь. И двенадцать штук, это как в обычной упаковке. Самая стандартная. То есть, конечно, и меньше, но самая стандартная – это двенадцать. Вот. Очень легко. И они здесь. Такие вот у меня новые обзорчики для вас появились. Кстати, насчет картины. Я ее сегодня не начала шить, ой, вышивать. Ну, в общем, вы поняли, вышивать крестиком. Потому что сегодня у меня получилось так, что немножечко другим делом я занималась. Там, чуть-чуть уроками, чуть-чуть инстаграмом. Ну, в общем, такими всякими делами. И получилось так, что я не успела. А сейчас я уже буду приводить себя в порядок. Ну, то есть, готовиться ко сну. И буду ложиться спать. Поэтому все. Всем пока. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем желаю хорошего дня, хорошего вечера. И всем пока-пока.